6 апреля, понедельник, и начнем это утро с необычной новости. Британские ученые установили, когда именно меняются с возрастом вкусы человека. Так, оливки, анчоусы и сыр ракфор мы начинаем по-настоящему любить только после 20 лет. Малыши появляются на свет с врожденной тягой к сладкому, так как материнское молоко содержит сахар. У младенцев примерно 30 тысяч вкусовых рецепторов, поэтому их вкус бывает более сильным в детстве. Это объясняет то, почему детское питание бывает таким пресным, и почему детям так нравятся продукты с ярко выраженным сладким вкусом, а какая-нибудь горчица вызывает у малышей отвращение. Эти выводы были получены на основе опроса 1950 британцев о том, какую пищу они не любили в детстве, но теперь считают вкусной. В этот рейтинг попали чеснок, карри, корнишоны, бобы, шпинат, перец, пармезан, ракфор, анчоусы, авокадо, спаржа, соус чили, устрицы, оливки, козий сыр и баклажаны. Меня зовут Денис Липкин, утренний эспрессо расскажет о том, что происходит с нами и вокруг нас. Смотрите сегодня Клещи атакуют Как уберечься от паразитов расскажем в теме дня Решение житейских проблем На связи горячая линия Объединенные великой победой Расскажем о тематических мероприятиях Брестской областной филармонии Начнем с заметки для водителей-родителей ГАИ усилила контроль за безопасной перевозкой детей-пассажиров По 10 апреля на территории Бреста проходят рейдовые мероприятия На дороге дети, мы за них в ответе Сотрудники госавтоинспекции следят за правилами подвоза детей к учреждениям образования И за соблюдением правил дорожного движения несовершеннолетними Мероприятия проводятся в целях профилактики и своевременного предупреждения ДТП с участием детей Популяризация использования средств пассивной безопасности Напомню, 16 января этого года водители обязаны перевозить детей в возрасте до 12 лет в удерживающих устройствах А теперь та информация, которая нужна на заметку для всех Погода на сегодня Субтитры создавал DimaTorzok И еще одну актуальную тему обсудим в студии программы На Брещене активизировались клещи Наш гость Ольга Попчева, энтемолог отдела эпидемиологии Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Михайловна, доброе утро! Доброе утро! Вот многие знакомые, которые отправлялись в эти дни в лесхозы для того, чтобы пополнить свои запасы березовым соком Отмечали, что уж больно много клещей Почему так? Это явление не аномальное в этом году Как и не аномальным оно было и в прошлом, и в позапрошлом году В связи с тем, что по Брестской области отмечаются достаточно теплые зимы То, соответственно, и природа рано просыпается, и клещи рано просыпаются А значит и появляются первые пострадавшие от укусов клещей Ну а мы об этом даже говорили и в феврале, насколько я помню Получается, клещи не спят Они только рады такой погоде, да? Конечно, они рады такой погоде Так как у них больше корма, а значит и больше потомства они в этом сезоне могут вывести Так, первая пострадавшая в этом сезоне у нас была зарегистрирована уже 1 января Это была жительница Бреста И непосредственно место присасывания, территорию присасывания она не может указать Но праздники же были, конечно же, 1 января Ну, вероятно так Если взять сейчас географически нашу область Вот где больше очагов, где больше всего клещи опасны для граждан, которые собираются в лес на отдых или еще по каким-то причинам? Самыми опасными зонами, очагами клещевого энцефалита являются Ружанская пуща, Беловежская пуща, Пружанский-Каменецкий район, Косовская зона Ивацевичского района На Белом озере, в Брестском районе, в лесной зоне также встречаются опасные клещи Ну, а попадаются ли они в городских территориях, вот в парках? Да, и на территории Бреста у нас также встречаются клещи Особенно много их, как показывает практика, находится в парке воинов-интернационалистов Появилась новая зона, в которой обитают клещи Это зона Дубрава на Дубровке Оттуда все чаще и чаще появляются пострадавшие Также встречаются пострадавшие из Брестской крепости и из парка Первого мая Однако наши специалисты делают все возможное, чтобы избежать столкновения именно в этих местах населения с клещами Это что конкретно? Производится межведомственное взаимодействие Службы ЖКХ, руководители данных парков и зон отдыха взаимодействуют с специалистами, с энтомологами Идет какое-то уничтожение клещей? Да, сначала это на уровне, скажем так, служебных писем, общения, обследования территорий Далее, возможно, и обработка территории, установка защитных щитов, предупреждение населения Все это ведется каждый год в наших зонах Ну, сейчас весна набирает свои теплые обороты Давайте несколько советов Пусть они будут еще раз и еще раз банальны Но все же для всех родителей и детей, кто собирается на прогулки в городские парки Просто выехать вскоре в лес на природу Что необходимо учесть? Как сделать, чтобы клещ просто-напросто тебя не выбрал в виде жертвы? Ну, самое главное, отправляясь в лес или даже на дачу Или даже на прогулку с собакой, на выгул собаки Что самое удивительное, что вот как раз за эти три месяца пострадавших при выгуле собак Большинство И причем собаки приносят клещей в дом Клещи, вероятно, где-то отпадают в жилище И, соответственно, потом пострадавшими являются уже жители дома И так, какие будут советы? Какие советы? Значит, отправляясь в лес, соответствующе одеваться Одевать одежду, которая максимально защищает участки тела Одевать головной убор Если это сбор ягод и грибов, необходимо в носки заправлять брюки И одевать резиновые сапоги или ботинки Если это просто какой-то пикник на природе Соответственно, одевать спортивную обувь Закрывающие ноги, брюки какие-то Головной убор, опять же Места для пикника выбирать вдали от трав высоких, от кустарников Клещи не падают с деревьев Они живут в траве И, поднимаясь на высоту около одного метра, поджидают свою жертву Также место для выбора пикника должно быть чистым Без опавшей листвы, без высокой травы Хорошо просвещаться солнцем Также необходимо покупать своим домашним животным Ошейники, защищающие от клещей Осматривать их после выгула Необходимо, посещая лесные зоны и дачные участки Пользоваться репеллентами Это спрей или лосьоны, которые можно купить в аптечной сети Или в хозяйственных магазинах Они действительно помогают И желательно, чтобы на самом препарате было написано От клещей И все же, что делать, если все-таки клещ вас укусил? Какими должны быть моментальными первые действия Для того, чтобы потом не было больших последствий? Самое главное, это вовремя его удалить Сразу после обнаружения клеща Можно обратиться в лечебную сеть для снятия клеща Либо извлечь его самостоятельно Ну вы же знаете наших людей, да В основном будут пытаться делать сами И с помощью бабушкиных советов Или еще сейчас, слава богу, есть интернет А как правильно? Как правильно? Используем пинцет или нить Из нити делаем лассо И обхватываем клеща как можно ближе к коже Аккуратненько пошатывая из стороны в сторону Или крутя вокруг своей оси Неважно в какую сторону Вправо или влево Извлекаем клеща Также говорят, что нужно использовать масло Но по последним научным данным Масло способствует проникновению инфекции В кровяное русло Поэтому для излечения клеща Можно сделать насыщенный раствор поваренной соли И помазать место вокруг клеща И он сам постепенно будет вылезать Ольга Михайловна, что дальше делать с клещом? Обязательно ли его относить в ваши центры? Для исследований? Самое главное это обратиться к врачу Врач назначит экстренную профилактику По возможности Просто не каждый человек имеет возможность Поехать сразу в центр гигиены и эпидемиологии Сдать клеща Но если это возможности имеется То сдать клеща на анализ Анализ у нас проводится на клещевой энцефалит и баррелиоз На клещевой энцефалит делает Вирусологическая лаборатория Брестского областного центра А на баррелиоз делается анализ в Барановичах В Кобрине, в Березе И также у нас в Брестском областном центре Ольга Михайловна, большое спасибо, что нашли время Пришли к нам в гости и на эту актуальную тему Дали много дельных советов Всего доброго, хорошего дня Спасибо, до свидания Итак, об активности клещей на Брещене говорили с Ольгой Попчевой Энтомологом отдела эпидемиологии Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии общественного здоровья 6 апреля знаменовано следующими событиями 1810 год Дата рождения Генри Госсе Английского натуралиста, изобретателя аквариума Первым сумевшего добиться соблюдения баланса водной флоры и фауны И снабжения их кислородом в искусственной среде В этот же день в 1818 году в Париже барон Карл Де Дресс продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения Прообраз современного велосипеда Конструкция была деревянной, а ездок передвигался, отталкиваясь от земли ногами В 1885 году в Минске прошли мероприятия в связи с тысячелетием со дня смерти славянских проповедников Кирилла и Мефодия В кафедральном соборе, дворянском собрании, на улицах выступал сводный детский хор Ададурова Начальника Лебава Роменской железной дороги В 1896 году в Афинах открылись первые современные Олимпийские игры Инициатором игр был француз барон Пьер де Кубертен Именно он созвал в Париже конгресс, принявший решение о создании Международного Олимпийского комитета и проведении Олимпийских игр раз в четыре года 6 апреля 1943 года в деревне Аркадии Брестского района родился Михаил Зданевич Педагог, певец, заслуженный артист Был солистом Государственного театра оперы и балета Белоруссии Лауреат всесоюзного конкурса, вокалиста имени Гленки А теперь еще про одну известную личность, которую имели возможность лицезреть брещане Художник, иллюстратор, фотограф, скульптор, поэт и путешественник Активный деятель культуры и экологии Инициатор, организатор и куратор многочисленных выставок и пленеров Все это в полной мере относится к Анджи Струмила Он родился 23 октября 1927 года прошлого столетия в Вильно С мая 1945 живет и работает в Польше В творческой биографии художника свыше 100 индивидуальных выставок Несмотря на весьма почтенный возраст, мэтр лично открыл свою выставку в Бресте Среди первых ее посетителей был и наш утренний корреспондент Мирослава Маньковская Который расскажет о бумузах и мечтах польского Дали Анджи Струмила это известный во всем мире художник, скульптор, поэт, иллюстратор, путешественник и фотограф А еще важную часть его жизни занимает выставочная деятельность В экспозиции представлено более 100 картин Понять, что на них нарисовано, совсем нелегко Главное, это вооружиться фантазией и тени заиграют в ваших мыслях В выставочном зале областного культурного центра собраны картины художника, созданные им с 1945 года и по сей день Масштабы поражают, причем речь идет и о размерах холстов, которые буквально закрыли все стены зала И о темах, которым тяготеет художник Из последних работ Анджи Струмила продемонстрировал публике монументальные полотна из циклов «Псалмы», «Головы» и «Апокалипсис» Своей глубиной завораживает и цикл «Полет», а человеке с крыльями, который хочет взлететь, но не может Моя особенность в том, что тяжело сказать, в каком стиле или направлении я пишу Наверное, это некий конгломерат Говоря на русском, смесь в разных течениях То, что я в жизни испытал, в смысле опыта, здесь я передал Конечно же, Анджи помнит и свою первую картину Тогда она была далека от совершенства Но для тогда еще маленького мальчика это было событием в жизни Моя матка читала мне «Сервантеса» «Дон Кишота» Моя мама читала мне «Дон Кишота» «Сервантеса» И я нарисовал мельницу Это был первый рисунок, который я хорошо запомнил Было это еще в 30-х годах прошлого века Выставка стала очередной в серии юбилейных презентаций его творчества Кстати, в городе Надбугом художник экспонируется впервые Выставку работ в такой же интерпретации уже увидели жители Сопота, Кракова В 2013-м она презентовалась в Белостоке В 2014-2015 годах в Минске и Гомеле Несмотря на весьма почтенный возраст, Анджиу 87 лет Мэтр лично открыл выставку своих работ в Бресте Ни на шаг от художника не отходила его жена Эдита Которая рассказала нам, как нелегко и в то же время интересно жить с творческим человеком Иногда немного тяжело, как и с любым творческим человеком, но в то же время очень интересно Ведь у него столько разных идей, которые он реализует на полотнах Я бы сказала, их целая лавина И нужно быть необыкновенным человеком, чтобы перенести их на большой холст На открытии выставки присутствовало много молодых брестских художников Они, затаив дыхание, смотрели на полотна И, казалось, совсем иначе интерпретировали смысл картин Нежели посетители, далекие от искусства Людям, которые придут на выставку с вопросом, что здесь нарисовано Не нужно думать над этим Если очень хочется, можно взять действительно Библию И смотреть конкретно по стихам, по этим, по псалмам Потому что, собственно, так картины и озаглавлены некоторые И тут нужно просто воспринимать, как вот оно ляжет на сердце Меня наполняют больше не эмоции, меня наполняет логика Я смотрю на эти картины, и во мне просыпается ощущение, что я знакомлюсь с человеком с очень богатым опытом И он мне его показывает в картинах Познакомиться с творчеством художника Анджоя Струмила и окунуться в мир логики и ярких красок Можно будет до 19 апреля в выставочном зале областного культурного центра Мы продолжаем В каждой белорусской семье из поколения в поколение передаются воспоминания о мужестве и героизме солдат и офицеров в год Великой Отечественной войны И сейчас, спустя 70 лет после победы над фашизмом, светлую память о погибших хранят и несут будущее внуки и правнуки освободителей В канун 9 мая волонтерские отряды Драгичинского районного комитета БРСМ окажут всестороннюю помощь ветеранам Великой Отечественной войны Благоустроят памятники и обелиски погибших воинов Молодежь района примет также участие в республиканской акции «Цветы Победы» А вместе с Православной Церковью будет участвовать в акции «Святыни Беларуси» во время которой окажет помощь в уборке территории церквей района Семидесятилетию Великой Победы посвящается Галерея памяти. Картины в музее мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой» Здесь первый шаг свой сделала война. Здесь первый шаг свой сделала победа Картина Петра Кривоногова «Защитники Брестской крепости». На полотне, написанном в 1951 году, сцена боя около Тереспольских ворот Они находились на направлении главного удара фашистских войск Бой ведут пограничники и солдаты 333-го стрелкового полка Их казармы, руины которых на заднем плане картины, находились у Тереспольских ворот Многие защитники ранены, но они не остались в казематах Они ведут огонь по фашистам из станкового пулемета «Максим» Из винтовок системы Мосина, которые тогда были на вооружении у Красной Армии Силы неравные, но защитники цитадели героически сражаются Они мстят за погибших родных, сослуживцев, мстят, веря в победу С картиной Петра Кривоногова перекликается диорама художника Владимира Старчакова И скульптора Алексея Шмакова «Бой у Тереспольских ворот» Год создания – 1963 В центре диорамы те же казармы 333-го стрелкового полка Но тут авторы показывают нам сцену боя внутри цитадели, а не на внешней стороне, как у Кривоногова На диораме еще цела башни над Тереспольскими воротами Гигантский концентрированный огневой шквал буквально сотрясал землю Над крепостью вырастали черные фонтаны земли и дыма Там свирепствовали смерч и опустошение Низкий поклон мужеству и отваге Магазины компьютерной техники «Техника успеха» поздравляют ветеранов с праздником 9 мая Спасибо за победу! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжаем говорить об актуальном. В эти дни в Беларуси проходит профилактическая акция «Дом без насилия» Как бы банально ни звучало, но семья – одна из величайших ценностей, созданных человеком за всю историю его существования Но не всем удается ее сохранить Ежегодно каждое четвертое убийство в Беларуси совершается близкими людьми Правоохранители обращаются к гражданам Если вы стали жертвой или свидетелем насилия в семье, не ждите трагедии Обратиться за помощью можно анонимно по телефону горячей линии по всей Беларуси Его номер вы видите на своих экранах Горячая линия работает ежедневно с 8 до 20 часов бесплатно со стационарного телефона Или звоните 102 А сейчас предлагаю узнать о вопросах, которые поступили на горячую линию нашей программы В студии Анна Новик, ведущая этой рубрики Анна, доброе утро Доброе утро Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох Найти ответ на них поможет горячая линия утреннего эспрессо Виктория Сергеевна живет в Кобрине У женщины есть два непогашенных кредита Она одна воспитывает ребенка Живет Виктория Сергеевна в квартире, подаренной ее родителями Отец давно умер, мать инвалид второй группы, живет вместе с ней Сколько процентов по кредиту имеет право высчитывать банк из заработной платы И может ли он конфисковать мою квартиру в счет погашения кредита Хочет знать звонившая Виктория Сергеевна По исполнительному листу из заработка в счет погашения долга может удерживаться 20% Если указанная квартира единственная в собственности То суд не имеет права конфисковать ее в счет погашения долга Следующий вопрос от Лидии Ивановны из Пинска Наследство от матери ей досталась часть приватизированной двухкомнатной квартиры Второй собственник – брат женщины, который 5 лет проживает в другой стране Счета разделены, но оплачивает их только Лидия Ивановна Могу ли я лишить брата права собственности в такой ситуации? Спрашивает телезрительница Нет, Лидия Ивановна, согласна законодательству Республики Беларусь Лишить своего брата права собственности вы не можете Однако вы вправе взыскать половину расходов, понесенных на содержание данного имущества Максим живет и работает в Бресте Контракт заключен с ним до 2016 года Мужчине предложили перевод внутри организации на другую должность Перезаключением контракта и испытательным сроком в 3 месяца При устройстве на работу Максим проходил уже испытательный срок и задает вопрос Правомерный испытательный срок и могу ли отказаться от перевода? Максим, испытательный срок является правомерным Исключение составляет перевод в другую местность В случае же вашего отказа от перевода наниматель вправе вас уволить Это была горячая линия утреннего эспрессо Оставайтесь с нами, хорошего дня! Спасибо, что выбрали наш канал 2015 год это год 140-летия со дня рождения классической живописи Станислава Жуковского Судьба которого неразрывно связана с Пружанским районом Где находится его родовая усадьба Старая Воля Юбилею Жуковского была посвящена выставка Которая прошла в музей усадьбы Пружанский палацик И фактически начала год Жуковского на родине всемирно известного пейзажиста Художники из Минска и Узды представили на выставке более 40 живописных работ Ее итогом стала своеобразная акция Художники музея В фонды музея усадьбы художники передали 9 интересных живописных работ А в Кобринском районе есть своя необычная достопримечательность В одном из дворов деревни Петьки уже 8 лет живет Аист по кличке Буська На подворье Светланы Сидорук из деревни Петьки Кобринского района поселилось самое настоящее счастье Аист отзывается на кличку Буся и чувствует себя настоящим предводителем небольшого птичьего двора Прошлым летом мы узнали, что это мальчик Нас все время интересовало, девочка или это мальчик Оказывается, это мальчик, потому что он среди стаи гусей выбрал себе гуску И он за ней ухаживал Они ходили вместе парой Аистенка со сломанным крылом Светлана заметила на дороге еще 8 лет назад, когда возвращалась с работы Смотрю, у него что-то с крылом непорядок И он, видно, подлетал, учился летать И неудачно приземлился, и крыло сломал Вот, я к нему, он, правда, немножко убегал, но потом я его словила Принесла домой Поначалу Аистенок стеснялся, но очень быстро у него появились друзья В окружении Буси все чаще стали замечать котов и собаку Жулю А дело в том, что Аист оказался весьма привередливым в еде В его рационе только свежее мясо и рыба Разумеется, и друзьям перепадает лакомство Рыба, самая любимая у него это рыбка Ешь Жуй За годы здесь из дикой птицы Буся превратился в домашнюю Зимует не в теплых краях, а в теплом сарае Здесь у него имеются собственные апартаменты Тут он и ночует, и пережидает холода Добавляешь ему солому Он прям эту солому, ну потому что руками ее нет А он клюет, прям с вилок эту солому сдирает И себе, и тут поправляет, и такое гнездо себе делает Теперь Буся не только домашний любимец, но и соседский За это время птица, конечно, окрепла, но взлететь так и не смогла Передвигается исключительно пешком Поэтому, когда шпацирует по деревне, никто уже и не удивляется Мы даже собирались, вот все, вот соседи, все вокруг И собрались, думаем, сделать ему операцию То есть, ну, собраться и сделать, сложить это крыло Но врач сказал, что ну вряд ли Потому что был случай, когда уточка была сломанным крылом Тоже люди принесли, и она же все равно не смогла летать Светлана говорит, за годы здесь Буся принес их семье только счастье После его появления семья пополнилась целых два раза Поэтому внукам не просто расскажут, что их принес Аист А еще и покажут, какой именно МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Утренний эспрессо В Пинском музее Белорусского Полесия до конца апреля Будет открыта выставка «Светлый праздник Пасхи» На ней представлены более сотни экспонатов пасхальной тематики Писанки, открытки, скатерти, вышитые иконы, картины В последнее время подобные выставки организуются При активном участии пинчан Которые охотно приносят вещи из своих домашних коллекций Только сообща можно помочь Машеньке Безняковой Которая тяжело больна Маленький Саша, братик Маши Безняковой, тоже пытается приобщиться к занятиям Еще немного и ему нужны будут более сложные развивающие игры Для Машеньки же важно в ее 3,5 пока освоить именно такие упражнения Надеемся на то, что она это все Но таких явных признаков и знаков она нам не дает Понимает, она не понимает Такие занятия на чувствительность ладошек и еще несколько несложных упражнений Родители могут проводить сами А вот уже более сложный массаж Более серьезную лечебную физкультуру делает специалист Но, к сожалению, занятия ограничиваются только небольшим количеством специальных упражнений Остальные Машеньки противопоказаны Из-за судороги, можно сказать, большая задержка в развитии идет Из-за этого она плохо у нас развивается Потому что судороги постоянные И каждый раз судороги, получается, что отбрасывают назад развитие Так что решили сначала избавиться уже от судороги И уже тогда будем дальше смотреть, что делать Диагноз – большой набор малознакомых обычному человеку медицинских терминов В жизни это постоянная боль и задержка в развитии Для родителей это постоянный поиск возможностей для реабилитации девочки По графику проснулись, покорнились У нас композиция подстроена под это То есть вот у нас получается, что... Ну, даже больше под Машу То есть уже там Саша подстраивается под Машу Потому что как она спит, как не спит Уже как-то вот мы подстраиваемся под нее Под ее кормление, под ее ритм какой-то Под ее там занятия Один раз родителям удалось съездить в Китай Результат, говорят, был достаточно заметный Мы хотели бы поехать в Германию Там сразу же курс и реабилитации Плюс они сразу смотрят ортопеды Все, то есть назначают, если нужно, операцию на ножке И плюс идет активная противосудорожная терапия, именно медикаментозная В Германии, допустим, делают такие операции Даже при судорожных синдромах, непрекращающихся судорогах Машеньку с родителями ждали в германской клинике Шомберг еще полгода назад Денег вовремя найти не удалось Лечение перенесли Но уже с перерасчетом Необходимо собрать более 15 тысяч евро Это без учета стоимости расходов на дорогу и проживание Вообще с такими диагнозами очень редко врачи что-то там обещают Конкретно таких вот прямо сроков, когда там ребенок вылечится Или что, никто не говорит Но в любом случае то, что все говорят точно 100%, что ребенка нужно реабилитировать Когда, насколько он восстановится и когда это все произойдет Не скажет ни один доктор Такого нет, что скажут ровно через месяц у вас ребенок Или через год, через два Но в любом случае да, как-то вот ее облегчить состояние Как-то пусть даже не вылечить полностью, но где-то легче сделать ей, чтобы ей стало, скажем так Адаптировать ее больше к жизни Это возможно, но для этого нужна реабилитация Конечно, чтобы получить заметный результат, необходимо длительное лечение Но пока задача родителей Машеньки – собрать средства хотя бы на одну поездку Для родных девочки 15 тысяч евро – неподъемная сумма Те, кто желает помочь, информацию может получить в интернете Либо по телефону 8029-79-30-197 Родители говорят, любая помощь для их дочери бесценна И очень надеются на поддержку 6 апреля, понедельник В «Утреннем эспрессо» рассказываем о самом интересном из жизни региона Большой объем работ предстоит выполнить в Иваново и районе В рамках месячника по благоустройству и наведению порядка В частности, благоустраиваются придомовые территории Территории предприятий, организаций Улицы агрогородков Тышковича и Мотль А также кладбища, воинские захоронения и памятники Основной упор по организации субботников сделан на местное самоуправление В месячнике по благоустройству принимают участие и учебные заведения В частности, в агрогородке Мотль планируется закладка «Аллея славы» А при въезде в населенный пункт появится художественное панно «Мотль глазами детей», которое выполнит учащиеся Мотльской детской школой искусств Возможно, со временем оно станет визитной карточкой агрогородка Одна из визитных карточек «Утреннего эспрессо» Рассуждение маленьких телезрителей программы на взрослые вопросы Я хочу английский язык учить, потому что я хочу туда ехать Я хочу разговаривать на странном языке, потому что это интересно На английском, чтобы поехать в страну, где по-английскому говорят И поговорить с ними, познакомиться, своих новых друзей завести Я не хочу никак на каком языке, я хочу на нашем языке разговаривать И все Я бы хотела выучить немецкий язык, чтобы общаться с людьми Я хотела бы выучить язык английский, потому что он мне нравится И тогда я могу своим друзьям во дворе сказать, что я умею по-английскому говорить И тогда они меня будут спрашивать, где ты так научилась Я хотел, чтобы все меня не понимали А потом я говорил на русском языке, переводил с английского языка на русский Я хочу разговаривать по-английскому языку, чтобы я смогла и петь, потому что мне нравится английский язык Ну, хотела бы на китайском, чтобы знать, что мне будут говорить китайцы, когда я приеду в Китай А ты хочешь поехать в Китай? Почему я не могу в эту страну? Потому что я люблю есть лапшу, китайскую и морскую капусту Я пришла к маме, к папе и сказала, что я хочу английским языком Мама сказала, что сначала нужно уметь разговаривать в другой языке, а потом от отрицает 6 апреля, понедельник Еще одна примета наступления хорошей погоды Белорусские военные меняют свой дресс-код В соответствии с приказом министра обороны Переход военнослужащих, вооруженных сил и транспортных войск на летнюю форму одежды состоится с сегодняшнего дня Кроме того, будет организована доставка предметов летней военной одежды Военнослужащим, находящимся в отрыве от воинских частей А стоит ли что-то менять в гардеробе гражданским лицам, узнаем из прогноза синоптиков Субтитры подогнал «Симон» К юбилею победы в Великой Отечественной войне Брестский военно-исторический клуб «Гарнизон» готовит новую реконструкцию Самое важное мероприятие – это штурмы обороны Брестской крепости 22 июня 1941 года Подготовка к реконструкции уже идет В частности, высланы приглашения военно-историческим клубам из Беларуси, России, Украины, а также других стран Ряд концертных программ в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовила Брестская областная филармония Подробно о них узнаем у нашего гостя, лектора-музыковеда Татьяны Ковалевой Татьяна Филипповна, доброе утро! Доброе утро! Ну, наверное, начнем рассказ об этих мероприятиях, событиях, которые ожидают брещан и гостей областного центра 7 мая Да, совершенно верно. 7 мая в рамках подготовки к Великой Победе Брестская областная филармония проводит концерт для горожан, для гостей города Помнит сердце, не забудет никогда Этот концерт проходит в рамках музыкальной гостиной и будут принимать участие не только солисты Брестской областной филармонии, ансамбль народных инструментов брещани под руководством Горновского, но и военно-исторический клуб «Гарнизон» Это будут стихи, песни, театрализованные действия. Ну, попытаемся воссоздать картины того времени Если брать еще ряд мероприятий, которые вы готовите к этой важной юбилейной дате, это театральная постановка Когда она будет показана в стенах филармонии? Что сейчас уже готово и сделано? Театрализованную программу «Нам дороги эти позабыть нельзя» Она посвящена подвигу женщины на войне. Ее готовит наш режиссер Владимир Ящук И эта программа будет показана в концертном зале филармонии на сцене В течение мая месяца можно приходить и следить за афишей, посещать любые концерты Но, кроме того, концерты же могут быть и вне стен филармонии. Расскажите подробно об этом Конечно. К 70-летию каждый творческий коллектив филармонии подготовили программу Камерный оркестр филармонии подготовил программу «Песни военных лет», вокальный ансамбль «Крессиво», «Песни, воспетые победой» Ансамбль «Брещане» «Нам дороги эти позабыть нельзя» подготовленная по письмам героев-фронтовиков И с этими концертами мы уже выезжаем в организации, мы выезжаем к школьникам Также к нам приходят на сцене, смотрят эти концерты Потому что эти дни действительно позабыть нельзя Нельзя, чтобы дети, взрослые и, конечно же, наши ветераны в этот день не прикоснулись к этим прекрасным мелодиям войны Ну, допустим, те руководители или представители руководящих структур, которые сейчас смотрят наш эфир Они же, в принципе, могут организовать и концерт подобного рода на данную тематику у себя в учреждении Каким образом? Конечно, мы каждый год звонят в филармонию, приглашают на определенную дату Приглашают своих ветеранов, защитников былых времен И мы выезжаем с любой программой, которую нам заказывают С любым коллективом, и камерной, и инструментальной ансамбли, и вокальной ансамбли Так что программа есть на любой вкус Татьяна Филипповна, ну, сейчас можно сказать, что буквально считанные дни остались для подготовки Ведь май очень насыщен различного рода мероприятиями Расскажите еще о самых интересных 16 мая в 13 часов мы приглашаем всех горожан и жителей города На концерт заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси С программой «За нашу победу» Руководитель коллектива, народный артист Финберг Это будет интересное мероприятие, которое будет проходить в общественно-культурном центре Ну, это все, что касается непосредственно Бреста А если брать в глубинку какие-то специальные мероприятия, вы подготовили? Для глубинки мы готовим те же самые Нет разницы между жителями города или жителями села Мы также выезжаем и в села, и в сельские школы В интернаты, в дома ветеранов И там также наши коллективы выступают с этими программами Спасибо большое за то, что нашли время Пришли к нам в гости Хорошего дня и весеннего настроения Всего доброго Спасибо Итак, о мероприятиях, которые подготовила Брестская областная филармония К 70-летию победы в Великой Отечественной войне Говорили с лектором-музыковедом Брестской областной филармонии Татьяной Ковалевой Меня зовут Денис Липкин До новых встреч на телеканале Беларусь-2 Всем, конечно, по традиции, легкого понедельника Утро на телеканале Беларусь-2 еще продолжается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!